На оперативном совещании с главами поселений большинство вопросов касались сферы ЖКХ. В ходе недавней встречи с главой района губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал навести порядок в работе управляющих компаний. В Щелковском районе зарегистрировано больше всего УК относительно количества многоквартирных домов. Некоторые давно не работают, но числятся в реестре ГЖИ и отрицательно влияют на рейтинговые показатели. Здесь нужно просто принимать все доступные нам законодательства меры для того, чтобы сократить количество управляющих компаний и заставить их работать, чтобы претензий жителей не было. Зам. главы администрации Наталья Ефимченко рассказала о ходе исполнения губернаторских программ ремонта дорог, благоустройства дворов, ремонта подъездов, капремонта домов. По словам Натальи Александровны, есть проблемы взаимодействия с коллегами из городского округа Лосино-Петровский. Они не предоставляют информацию по выполненным работам на двух перешедших к ним территориях, а план остался за районом. Глава намерен обсудить ситуацию в правительстве области. Порядка 230 обращений в неделю поступает на горячую линию администрации. Наталья Ефимченко высказала обеспокоенность динамикой их исполнения. У нас недостаточный контроль и спрос наших подведомственных служб. У нас падает динамика исполнения контрольных поручений. Позапрошлая неделя 72%, прошлая 68%, это неделя 63%. И недорабатывает служба озеленения, недорабатывает ДСЖКХ, недорабатывают и управляющие компании. Глава района также напомнил, что завершается формирование рейтинга городских и сельских поселений по итогам первого полугодия и призвал руководителей объективно оценить свою работу. Тот руководитель, на который обязанностям возложено решать задачи, он должен добиваться и идти до конца, чтобы получать тот результат, который мы сложим потом в копилочку и получим на выходе. То рейтинговое место, которое нам потом принесет или какую-то удачу в плане дополнительных финансовых средств, или неудачу, когда мы их не получим. Одной из тем оперативного совещания стало начало реализации в Щелкове программы раздельного сбора мусора. С понедельника площадки в городе оборудуются вот такими синими контейнерами, в которые, обратите внимание, необходимо помещать отходы для переработки. Пока оборудованы 19 площадок. К концу года должно быть 104, а всего их в районе порядка 200. Прошу вас, уважаемый коллег, главы руководителей, сейчас плотно работать с нашими мусороводящими компаниями, с Натальей Санной для того, чтобы обеспечить нам все контейнерные площадки по раздельному сбору мусора. Необходима большая пропагандистская работа, подчеркнул Алексей Валов. Управляющим компаниям поручено разместить материалы на досках объявлений, на информационных счетах во дворах. Надо идти по цивилизованному пути. Необходимо создавать все возможные объекты, мощности, возможности для того, чтобы мусор разделять, какую-то часть утилизировать, сжигать, а какую-то часть перерабатывать в новые продукции. Щелковский район должен до 1 января 2019 года 104 контейнерных площадок оборудовать по раздельному сбору мусора. Мы эту задачу выполним. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.